Всем привет! С вами Мария Георгий, компания Florarium Plants. И сегодня мы находимся у наших, наверное, уже друзей. И делаем им полюдариум, террариум с водоемом. Как вы видите, емкость на просвет. Емкость непростая. Здесь изначально было тезо такое, что вот этот подоконник, который является перегородкой между зоной кухни и балкона, он неровный. Поэтому сама емкость клеилась на месте. Вернее, не на месте, а замеры приезжали, брали. И сама емкость имеет неправильную форму. Она расширяется сзади, и вот это заднее стекло идет под углом. Ну, собственно, мы уже запенили здесь основную часть харда. И долго и нудно клеили вот эту часть с водоемом. Откуда у нас будет течь водопад. Как видите, мы здесь опять сделали русло из пластика, чтобы оно было пошире и поприятней. Ну и на данный момент вот эта вот помпа, которая безумно стала дорого стоить. С ней у нас были адские приключения в виде курьеров, наркоманов. Что интересно здесь? Интересно вот, что здесь планируется еще фитостена, поэтому люди сделали слив. Это то, что мы рекомендуем делать всем на начальном этапе ремонта, если вы задумываетесь о террариумах, флорариумах и фитостенах. Вот сейчас Гоша залил водоем и тестирует канализацию. Ну, я так понимаю, что сейчас будем скоро включать помпу и тестировать русло. Задумка в том, что здесь будет водоем подмениваться самостоятельно. Подмена воды будет идти в какое-то время по таймеру. И поэтому сейчас тестируется канализация, чтобы посмотреть пропускную ее способность. Дело в том, что здесь не получается сделать все прямо, все безусловно с подъемами, со спусками. Но вот пока все работает нормально. Часто спрашивают, какими помпами мы пользуемся вот этой фирмой. Эта фирма, в данном случае G-Code написана. Обычно мы еще берем G-Bow. На самом деле мы просто заходим на сайт Reefavot и выбираем там. В основном мы сейчас берем помпу с контроллерами, чтобы была возможность регулировать мощность тока. В основном мощность потока, пардон. И чтобы можно было управлять смайфай с телефона. Момент истины. Сейчас она плюнет сильно. Уменьшаем. Регулируем. Больше всего мне нравится подключение через пылесос. Розетка, наверное. В апреле. Все еще очень мощно. О, пошло потише. Вот минимальная мощность. Да нет, на самом деле не сильно. Сейчас у меня такие преграды. Еще там поток поставим будет. Его почти не видно. У нас вышло, что у нас вот в этом месте, где Гоша сейчас делает коряжку старой, протекает вода. Надо сделать некий ограничитель. Вода, в принципе, куда надо печатать. Вода, в принципе, куда надо печатать. Ну, ладно. Супы отмоются. Ну, хорошо отмоются. Скребочек не готовится. Оборвали пену и занимаемся руслом водоема, водопада. Видите, у нас такой вот получается слой. Ничего страшного, я все время грязная. Здесь смесь силикона, кокоса и кварца. Ну, в данном случае вместо кокоса торф, а так обычно мы используем мелкий кокос. То есть, все это смешивается вот в таком вот лоточке, а потом наносится. И получается такое русло, которое выглядит достаточно натурально. Ну, и, собственно, по нему можно практически любой субстрат пустить. И уже не видно, что это ПВХ-пластик. Как прячут помпы? Помпы лучше оставлять все-таки в доступе, потому что бывает в случае, что они ломаются, забиваются. Их надо пробивать, чистить. Поэтому мы всегда оставляем себе возможность ее поменять. Там находится помпочка под камнем. Вот здесь находится уровень перелива. Он сейчас закладывается лавой. Если мы посмотрим, пока еще не спрятаны шланги и провода. Провод у помпы разрезан через трубку. Через вот этот вот фитинг она выходит снаружи. И там на вагах соединяется провод. То есть, у вас есть возможность, если что, положить новую помпу. Та часть будет закрыта. И этого будет не видно. Ну и, собственно, сейчас надо спрятать остатки вот этого синего толстого шланга. Чтобы была аккуратная горочка. Запуск водопада. Сейчас укорректировать еще надо. Надо подкладывать коряжек. С той стороны где-то протекает. Чаша переполняется. Сейчас уже будем вешать оборудование. Система опрыскивания. Обычно мы пользуемся системой опрыскивания Mius Mini. В комплекте 6 ворсунок. Это вот такой насосик. Достаточно мощный. Он поддерживает до 15 форсунок. Совершенно спокойно. И на нашей практике ни разу не было такого, чтобы они ломались. Даже бывали случаи, что их заливало. Они все равно продолжали работать. К ним идут в комплекте форсунки. И форсунки вешаются на специальные крепежи. Покажи. То есть не на присоски. Диаметр входного отверстия 14 мм. Просверливать надо в крыше. Форсунки полностью разборные. Состоят из нескольких элементов, которые все снимаются легко. И вы можете, если вдруг у вас какое-то колено сломалось, это все продается отдельно. В общем, сейчас будем вешать. Сейчас мы подключаем опрыскивание, чтобы быстрее высох силикон. И чтобы началась стадия разгула плесеней и грибков. И к следующему разу, когда мы сюда приедем, и будем уже сажать растения и засыпать грунт, чтобы биологическое равновесие хотя бы начало стартовать. Нам было чуть попроще. Ну и самое главное, чтобы еще промокли все декорации и грунты. Потому что на сухой субстрат, на сухие коряги растения садятся хуже. Вот так вот работает система опрыскивания достаточно мощно. Как будто в водопаде постояла. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Давайте посмотрим, что же у нас вышло. Ну, во-первых, вот наш водопад, над которым мы так долго трудились. Вдоль него посажены бутсфаландры из аквариума и анубиасы. В воде нас ждет погостюмон ректус, писте, чтобы вода не цвела. Ну и на камушки мы посадили жирянки. И здесь очень много различных видов мхов. На самом деле большую часть растений мы посадили уже неделю назад. И видно, что уже все взялось. В общем-то растет. Уже понимаешь, что растений, которым плохо, пока нету здесь. Посмотрим, что будет дальше. Самой интересной частью является то, что в этой работе больше всего использовали мхи. То есть здесь был план, что все вот эти коряги, они будут зарощены мхами. И мхи можно сажать по-разному. Те, кто на нас давно подписан, те знают, что мы обычно берем аквариумные мхи, мелко их режем и сажаем. Но в этом году случился бум. И так наращивать мы не успеваем. Поэтому нам пришлось заложить в теплице под мхи уголок. И сейчас мы уже выращиваем, назовем это, видовые аквариумные мхи в основном. И часть из наших, которые растут и в наших широтах, является космополитами. И выращиваем их в горшочках. И получается вот такая вот полянка. Их тоже можно мелко резать, а можно вот так вот сверху класть. И, в общем-то, их можно приращивать без субстрата. Но если мох попадает на сухую поверхность, и ему не хватает влаги, то он легко погибает. Именно поэтому, допустим, вот здесь это не опасно. То есть на лаве, здесь вот на лаве, вдоль берега. А вот здесь на ветках нужно достаточно большое количество времени, чтобы дуб пропитался водой. Ну и любая древесина. И она изначально более сухая. Ну и вы понимаете, здесь вот сверху работает вентилятор. Соответственно, влажность здесь... Ну она высокая, но здесь хорошая вентиляция. Поэтому эти ветки достаточно хорошо проветриваются и быстро высыхают. Во избежание того, чтобы засох мох, чтобы мох не засыхал, мы использовали специальный субстрат грязь, который мы видели в предыдущем, ну там несколько минут назад. И сверху все это обматывалось сфагнумом и нитками. И, как мы видим, уже этот мох на самом деле взялся. Есть еще и живой сфагнум, конечно, местами. Ну вот, допустим, здесь уже видно новые кисточки. То есть этот мох уже начал расти, приспосабливаться. И, по идее, через пару-тройку месяцев эти коряги полностью зарастут мхом. Здесь мы использовали достаточно большое количество орхидей, поэтому не самое мощное освещение. Здесь не квантум-борды 60, а квантум-борды по 30 ватт, 4 штуки. И внутри, вот здесь вот ровно на сетке, находится светильник Чехирос, который будет выполнять роль ночника. То есть, когда будет выключаться здесь свет, здесь потом еще будет некий закат, потом уже будет наступать финальная стадия ночи, потом будет наступать рассвет. Обратите внимание, какая красивая сельгинелла эритропус. И рядом с ней сельгинелла карусиана мини, выращенная в меристеме. Она уже взялась за неделю, расправилась и начала расти. Потрясающая скорость, потому что обычно она очень тормознутая. Давайте теперь посмотрим еще на кое-что. Как же здесь устроен водопад? Ну, мы помним всю вот эту конструкцию с ПВХ-труб, вернее, ПВХ-пластика. Вот здесь вот спрятан переливный фитинг, вот здесь у нас замурована помпа. Все достается, все меняется. И если мы с вами зайдем немножко назад, мы увидим здесь приспособление. Когда люди летом делали ремонт, они специально подводили сюда через пол канализацию, потому что здесь еще рядом планируется фитостена. И от этой канализации, собственно, проходит уже, выходят здесь фитинги, то есть вот эта часть так и останется. Остальное будет закрыто лакобелью. Вот крышка на магнитах. И в процессе родилась безумная идея. Мы убрали насос для опрыскивания и подключили все это напрямую к космосу. Но так как мы недавно выпустили свое удобрение и уже их протестировали, еще в процессе родилась мысль сделать некую адскую систему автоматического удобрения террариума. Сейчас мы расскажем про нее подробнее. Мы разделили тут систему подачи воды. Каждые несколько часов идет опрыскивание непосредственно от осмоса. Давление создает бачок обратного осмоса. Это около одного атмосферы. Это вполне хватает, чтобы форсунки раскрылись. Просто нужно чуть-чуть больше времени по сравнению с тем, когда работает насос. Это осуществлено при помощи работы электромагнитного клапана осмосного. Конкретно вот этого. Он подключен к таймеру секундному. И при открытии этого клапана вода из бака осмоса поступает в систему форсунок и идет опрыскивание. И также мы решили сделать систему автоматического удобрения. Удобрение мы добавляем вот в эту канистру. И последнее опрыскивание за сутки это пол девятого вечера идет уже удобрением. Чтобы как-то разделить систему подачи воды мы поставили еще два электромагнитных клапана. Один из них вот этот вот. Это нормально открытый. То есть он стоит на пути подачи воды из осмоса. И он постоянно открыт. Но когда нам нужно срабатывание насоса одновременно с насосом срабатывает этот клапан. Он закрывается. Тем самым перекрывая осмосную магистраль. Так как насос выдает 7 атмосфер, а осмос 1 атмосфер. Если этого не делать, удобрение пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть обратно в бачок осмоса. Поэтому это делать обязательно. И одновременно открывается еще один клапан, который открывает путь удобрения от насоса к форсункам. Вы поняли, да? Что это ничего не понятно. Да все понятно. Там всего три клапана и два таймера. Такой писающий мальчик. В руках у нас удобрение нашей марки. Разрабатывали его не мы, а Томский университет. Те, кто подписан опять-таки на нас, они в курсе, что мы тестировали его почти год. Это удобрение изначально делалось для удобрения растений, которым не нужно большое количество питательных веществ. То есть для орхидеи, для мхов, для бромелий. Ну и же с ними там пифитные папоротники. Но потом это вообще очень больная тема. У нас очень много клиентов, когда им рассказывают, что надо и как надо удобрять. Они вроде бы выполняют твои рекомендации, но все растет не так активно, как могло бы. Поэтому мы взяли это удобрение и начали несколько объектов удобрять им в различных режимах. И, наверное, месяца 3-4 назад мы начали использовать его в баке для полива. Ну и смотреть, какие будут результаты. То есть только его использовать, как основное удобрение, которое идет на полив флорариума. Проблема с добавлением удобрений в бак заключается в том, что каждое удобрение содержит стабилизаторы, всякие хилаты. То есть есть микро- и макроэлементы, которые содержатся в этом удобрении. И разложение микроэлементов, оно происходит достаточно быстро. И если используются некачественные хилаторы, то этот процесс может происходить за сутки, за двое, поэтому и обычные удобрения продаются в концентратах. И на очень многих удобрениях написано, что концентрат надо держать разведенным не более одни сутки. Потом это становится условно плацебо. Вот. Но сейчас в 21 век появились различные качественные хилаторы. Мы, к несчастью, не знаем, из чего сделано это удобрение, но мы предположили, что здесь используются не самые плохие ингредиенты и залили его в бак. И вот у нас уже несколько наших клиентов живут на этом удобрении. Но раз в неделю мы меняем полностью раствор. И пока результаты вот на нем вполне себе достаточно хорошие. Это значит, что растения растут, не голодают, не развивают мега быструю скорость роста. То есть если у вас заросший флорариум, который вам не хочется разгонять, и вам надо добиться того, чтобы вы как можно реже стригли, вы можете совершенно спокойно использовать это удобрение. Ну, или как удобрение раз в неделю, или добавляем его в бак, и оно добавляется через... во время полива поступает в террариум. если живые, как вот здесь свежая емкость, то лучше, конечно, удобрять что-то более концентрированное, азотосодержащее, особенно для всяких филодендронов. Тогда будет скорость роста больше. Намхи азотистые удобрения тоже хорошо влияют. Вот. Единственное остается вопрос, забиваются ли форсунки или нет, но там очень низкая концентрация питательных веществ, и конкретно у миуса достаточно большое сопло, поэтому мы предполагаем, что никаких проблем быть не должно. Пока еще тестируем, но на данный момент уже точно можно сказать, что голодания у растений не бывает. Причем у растений разных групп и быстро растущих и медленно растущих. Ну, сейчас будем смотреть, как это будет себя чувствовать во времени, но, по идее, никаких проблем не должно быть. Вот. Вот такая у нас вышла работа. Как обычно, слегка заморочились. совсем слегка. Что вам еще рассказать? Ну, как обычно спросите про цену. Вот растений здесь я посчитала на 50 тысяч. Банка, по-моему, тоже в районе 50 стоила, если у меня память не знаю. 70? 78. Да. Пардон, 78. Я вот уже забыла, пока мы их делали. Проект длится с марта, поэтому, если вы будете к нам обращаться, имейте в виду мы черепахи. Но качественные черепахи. Да, о, кстати, интересная штука. Давайте я про нее сразу расскажу. Это филодендрон ругозом. Мы не так давно начали заниматься ароидными, поэтому верукозом, пардон, да. Мы не так давно начали заниматься ароидными, и, в общем-то, для нас это, особенно для меня, это новая группа растений, поэтому, о, дивный новый мир. У нас уже жил такой филодендрон в фитостене, и он вырастил огромные листья, и потом мы столкнулись с тем, что привозят вот такие же филодендроны с маленькими листьями. И только позже, вернее, недавно нам рассказали, что, оказывается, существуют две формы, одна форма с маленьким листиком, одна форма типа с большим листом. Мы будем надеяться, что люди не врут, и он останется маленький, а не вымахать здесь влося двухметровыми листьями. Вот, ну, в общем, в общем, он классный. Ну, и ждем цветения жирянок. Здесь еще должны, ну, здесь будут жить лягушки и креветки. Возможно, крабы, но не факт. Да, ликодактилус еще будут. Ну, в общем, я думаю, что здесь еще много всяких будет перемен внутри. Будем следить. Всем пока. С вами были форариум планс.